3 этаж это ресторан еще все расскажу это израильский кафе бикицер это израильская еда фирма бургер это тоже такой ресторан как получается как аналог здесь представлен его филиал известный здесь есть мексиканская тоже что-то вот второй этаж здесь магазин разный гараж букшоп это вот необычная литература связанная с искусством магазины одежды и магазины аксессуаров а третий этаж это креативное пространство здесь вот здесь друзья дианы вишневой вот наверху она контекст провал здесь индус вишну занятия по йоге проводим и здесь же боли можно к ним заглянуть я думаю нам даже интервью дадут там приятные девочки такие работают вот но остальное я не буду говорить что здесь именно почитаем посмотрим потому что что это добавилось но здесь вот расшифровка а я вот комиксы магазин даже есть отдельный магазин комиксов галереи я увидела вот еще что сейчас я хочу объяснить что сие смотри как и это не декорации здание бывшей военной тюрьмы было построено в 1829 году александром егоровичем штаубертом проект трехэтажного кольцеобразного здания с круглым внутренним двором было реализовано рекордные сроки меньше чем за два года первый этаж здания был отведен под помещение для охраны кухню пекарню кладовые на втором и третьем этажах размещались арестанты по 250 человек на этаже сам штауберт называл здание арестантской башни но в народе закрепилась название бутылка из-за характерной формы напоминающей бутылочное горлышко отсюда согласно легенде и произошло выражение не лезь бутылку о как оказаться в тюрьме никому не хотелось первые 30 лет в бутылке размещались военно-морские арестантские роты швейная такелажная столярная и другие мастерские временный госпиталь гимнастическая команда в 1863 году бутылку реконструирует и превращает военно исправительную тюрьму морского ведомства обустроенную по европейской пенитенциарной системе в ней осталось 195 одиночных камер которых заключенные только спали днем они работали занимались токарным столярным такелажным и сапожным делом ткали мата переплетали книги за свой труд заключенные получали плату и выходили на свободу освоив новую профессию в качестве тюрьмы бутылка работает до революции 1917 года так до революции с 1917 года там располагаются помещения ленинградской военно-морской базы реставрация здания как и строительство заняло два года за это было время была восстановлена кирпичная кладка внешнего и внутреннего фасадов так что еще новейшая история острова освоение бутылки стала первым коммерческим опытом каждый этаж здания получил свое предназначение и функцию очень интересно знать вот здесь здесь стоит новогодняя елка юлечка говорит и проходит новогодний базар интересно ну что им молодцы и превратили тюрьму в творческое пространство не в самое удачное время пришли я потом почему ссылки когда здесь и декорации представляете когда здесь новогодняя елка такая большая красивая но так мы зайдем вовнутрь но тогда может быть слушай тогда может быть нам перекусить в каком-нибудь здесь ресторанчики а уже чай тогда можно где-нибудь в это новый год сейчас вот дойдем до так вот красиво все украшено конечно когда есть декорация но гораздо все интереснее здесь вот огонь и вот каток подсвеченный мне очень понравились игрушки новогодние вот это вот где за заборчиком будет вот такой каток это видео на твоем канале да да но я дам тогда ссылку под этим видео и внутренний двор просто на зашел разговор я сейчас толку не буду внутренний двор вот 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 это место вот тут стоит елка такая большая не проходит новогодняя ярмарка просто вот как раз к слову пришлось это вообще прямо вот чтобы дарис дорисовать картину новогодние праздники мы попали на ярмарку где было представлено множество сувениров ручной работы посидели у камина за кружечкой ароматного глинтвейна здорово здорово ну что пойдем вовнутрь давай а где вход вовнутрь направо налево так то точно и прямо все поняла это думаю куда же бежать то направо налево ухты как красиво вон там информейшн да обо всем международный фестиваль современной хореографии взяли лишь не умеет для взрослых людей кто хочет заняться балетом ухты с туром взрослый человек мне вот например интересно заняться балетом для всех желающих не же там для занятия аэробикой занятия фитнесом йогой точно так же и какие-то вот азы балета на цене так создали молодцы понятно что никто не будет требовать больших достижений вообще конечно если представить не забывать что это тюрьма то здесь неоднозначные ощущения ферма бургер ну где-то маленький пицца какой а что значит крафтовый это вот такой вот вот это крафтовый даст юля сейчас пойдем посмотрим это кофе до мне нравится как они сейчас трубы вплетают необычно да ну тут посидеть если не хватит места внутри японская да японская бестру вот он набор балетные группы все насквозь проходится на кругу это хорн ролл так юлечка достань пожалуйста камер и приблизь да вот мы сейчас пытаемся до тренироваться для чего нужно и в каких случаях мы ей будем пользоваться до когда человек может нервничать когда к нему приближаешься с камерой за микро джорджан кафе грузинское кафе за микро шпионское ну да в принципе они обе шпионские добрый день здравствуйте вот я не поняла девушка мне помахала ручкой или сказала отойдите отойдите по юлечке никто не машет и не говорит отойдите потому что она такие красивые кадры вот например люди интересно сидят правда да смотрите ты уже приблизила да а в тарелку заглянуть не получится такое приближение обликует вот эти вот пятнышки вот эти вот стритфуд бар я была на Ругенштейн в Бекицере да я была на Ругенштейн в Бекицере уличная еда бар уличной еды ясно юля уже по моему пристрастилась к этой камере давай говорит давай доставай да я хочу лампу снять сам диего о как оригинально сделаны лампы там как будто бы бутылочки вернее даже не как будто бы и правда бутылочки юлечка смотри какой дизайн цветочка чипсами да очень авангардника что что почем а бурита это что это же как раз этот мексиканский мексикан фуд а ну это их национальные есть с курицей со свининой ага вегетариан вегетарианская бурита сезонный томатный суп саши хотел хотел посетить мексиканский ресторан даже адреса выпытывал но так у нас и не хватило времени да давай сходим хочу лестнице посмотреть